Спасибо. Мне очень ответственно, приятно, почетно и полезно выйти в этом зале. Я здесь уже встретил давних знакомых, людей, которых слышал, но не был знаком. Но в этом зале присутствуют люди, которые в трудные времена сумели сохранить Дагестан и Россию. Я отношусь к тому поколению, которое выросло в советской стране. И мы особенно болезненно, с тревогой, с болью воспринимали тот период, когда советской идеологии не стало. И наше многонациональное, многоконфессиональное общество оказалось в очень сложном положении. И тогда надо отдать должное представителям наших традиционных религий, ислама, христианства, иудейства. Заняли ту роль, которую раньше занимали политработники. Те, кто занимался идеологической работой в отделах тогда партии, правящей партии. И надо сказать, что эти люди сумели утешить народ, который оказался в очень сложном положении. 70 лет ушли одни путем. И вдруг все это было признано неправильно тогда, тупиковым путем разведения. Огромное количество людей испытывали муки, страдания. Не понимая, как жить дальше, как растить детей. Что ждет впереди. И вот тогда представители религии пришли к людям. Я тогда работал в системе МВД и очень хорошо помню первый приход священнослужителей в места лишения свободы. В советское время это не было принято. Мне рассказывали мои коллеги, которые там работали, что загринелые убийцы плакали на груди священников, которые к ним пришли. Первый. Интересный и трудный период наше общество переживало. И огромное спасибо тем, кто сумел не только сам выбрать правильный путь, подсказанный Всевышним Создателем, но и повести за собой людей, которые растерялись и могли стать легкой жертвой. И становились жертвой человека ненавидческой идеологии, радикального, в частности, ислама здесь у нас на Кавказе. Какой страшной ценой мы заплатили за то, чтобы остановить это зло. А вот сейчас, посмотрите в Сирии, что происходит. И не только в Сирии. В любой стране, в которой не оказалось достаточного количества людей, нравственных, духовных, патриотов, которые любят свою историю, свой народ, свою семью, происходило то же самое. И еще раз говорю, огромное спасибо. И мы сегодня вот здесь говорили, об этом говорили наши богословы, историки, политики, что Дагестан это уникальная страна, уникальная республика. Уникальная тем, что здесь большое количество народов, которые живут долгие годы в мире, показывая пример всем остальным, что можно говорить на разных языках, можно иметь свою культуру. Но при этом оставаться единым, мощным народом, многонациональным. Этот народ, пока он един, он непобедим. Недавно открыли исторический парк у нас в городе, в столице. Кто не был, думаю, сходят, посмотрят вместе с детьми, с внуками. Каждый раз, когда Россия переживала смуту и расход, она была на грани существования. И всякий раз появлялись люди, которые собирали ее. И не случайно у нас есть такой праздник, как День народного единства, мы его недавно отмечали. Когда мы вместе, мы не победим. И никакой враг нам не страшен. И мы обязательно решим те задачи, которые хотим решить в интересах наших близких, в интересах людей, в первую очередь. Сегодня непростая ситуация сложилась. Я вам приведу один пример. Я потом у вас отпрошусь, если меня уважаемый президент отпустит, пойду на работу. К нам сейчас приезжают каждый день министры, заместители министров. Конец года. Мы сейчас вместе с нашим народным собранием, с правительством готовим бюджет. Бюджет этого года закрываем. Бюджет следующего года. Много проблем. Нам удалось, и спасибо большое федеральному центру, и парламенту России нас поддержали. Вчера у меня были коллеги из КБРФ, тоже поддержали нас. И выделили Дагестану больше, чем это было в прошлом году. В бюджете выделяют. Кстати, это делают депутаты всей России. Знаете, когда я выступал в зале, как ни странно, я просил для республики, аплодировали все депутаты. Потому что люди понимают, уважают и ценят то, что делает дагестанский народ. Это не надо объяснять в России сегодня. Но при этом я же сказал о том, что мы должны отчитаться за каждую роль. Я отчитаюсь, как исполняющий обязанности. И вот сейчас, встречаясь с людьми на улице, в больнице, по работе, на приеме, я часто слышу, мне говорят люди, вы давайте работайте. Мы с вами связываем большие надежды. Мы хотим, чтобы жизнь стала лучше. Вы исполняете обязанности главы, мы должны это сделать. Я это хорошо понимаю. Но вот без вас я этого сделать не смогу. Понимаете? Только вместе. Есть вопросы, которые нам придется решать. Вот я сейчас отпрашиваюсь, почему. Потому что пойду обсуждать тему Самурского леса. Кто-то знает, кто-то не знает. Очень хорошо, что мы переживаем за экологию. Но жить надо, вода нужна. Мы нашли решение. Мы его обязательно будем доводить до каждого. Мы позволим высказаться каждой позиции. Мы отработаем механизм мониторинга. Мы сделаем так, чтобы потом никто не усомнился в правильности решения. Мы это обязательно сделаем. И добьемся того, что в доме у каждого будет хорошая вода. А лес будет, как и был, в прекрасном состоянии. Вот это мы должны обеспечить. Сегодня утром вместе со своими коллегами по работе я встречался с одним человеком. Он начал у нас в Махачкале создавать систему пассажирского транспорта, в частности автобусные сообщения. Эта система предполагает, что каждый автобус имеет постоянную связь. И через интернет каждый пользователь может выйти и увидеть, где этот автобус находится в настоящее время на маршруте. И знать, через сколько минут он подъедет к его дому. И выйти ровно тогда, когда автобус подошел. Каждый автобус и каждый водитель проходят предварительные осмотры. Технически и, например, здоровья. Что это дает? Автобусы оборудованы ремнями безопасности. Это дает то, что у нас не будет таких страшных ДТП, о которых мы сейчас объявляем право в регионах, когда гибнут люди в микроавтобусах. Много. Страдают дети. Это нельзя допускать. У нас сегодня в Махачкане работают более тысячи маленьких микроавтобусов. Вы это знаете. Некоторые из них еще произведены на заводе РАФ в советское время. Каком они состоянии, я вам говорить не буду. Вы сами это знаете. Но в них ездят наши близкие. И если когда-то что-то произойдет, люди могут пострадать. Очень серьезно. Но эти автобусы, они ничего не платят. Мы ничего по сути, эти микроавтобусы, мы не имеем ничего в бюджете города. Эти деньги расходятся. Так мы, как мы привыкли. На это живут семьи. Я хорошо понимаю. Вот эти тысячи машин, они кормят семьи. Если сейчас вот сразу взять и навести порядок с автобусами, и пустить эти автобусы, современные, красивые, исправные, эти люди потеряют работу. И они, и их семьи нас не поймут. Но я не могу это пускать дальше. Я обязан наводить порядок. Потому что, не дай бог, разобьется вот этот вот РАФ, и в нем будут и дети, и женщины. Спрос с власти. Правильно? Или второй вопрос. Посмотрите на нашу Махачкану. Красивейший город. Мы сейчас будем решать вопрос с коллектором, с очисткой воды. В Сочи не было, сделали и здесь сделали. Ну вот вопрос. Разговариваю с своими коллегами, которые давно занимаются и городом, и в правительстве работают. Смотрите, что с архитектурой. Вот сейчас несчастье произошло в РАФ. Около 500 человек погибли. И все еще, вот как? Я стучу. Не знаю, как еще сказать. Дай бог, дай бог, чтобы дай бог Всевышний уберег нас от землетрясений. Но если оно произойдет? Вопрос. Недавно погибло пол семьи. Газ взорвался, слышали, да? Причем где? В микрорайоне новостройки. Выясняли. Труба. Газовое высокое давление находится под живыми домами. И ведь тоже не снесешь. Вы меня понимаете? Не снесешь. Хотя, по идее, бы надо. Какие непростые вещи. Но я это говорю не потому, что я растерян или мне кажется, что это не решаемо. Это все решаемо. Но только при том же, как вот с Амурским лесом, советуюсь людям, объясняя, понимая друг друга, не ставя в положение, когда кто-то оказывается в ситуации, невозможно уже жить. Вот это мы не будем допускать. И будем последовательно решать эти задачи. Поэтому я сейчас хочу сказать огромное спасибо. Я, может быть, не по теме, но по теме. Тогда спасибо, что вы меня помнили. Мы встречались с нашими священнослужителями. И вы знаете, вот сегодня в этом зале, мы и до этого разговаривали, и вот сейчас. Я очень рассчитываю на то, что нас всех объединяет одно главное желание. Мы хотим сделать нашу жизнь лучше. Мы хотим последовательно уменьшать коррупцию. Мы хотим последовательно улучшать нашу жизнь, делать ее более безопасной. Мы хотим последовательно сделать так, чтобы деньги шли в бюджет. А через бюджет мы защищали самых слабых, самых защищенных. Создавали условия безопасного, чистого города. Учили наших детей, создали для них равные условия, чтобы они могли себя реализовать. Лечили наших граждан и жителей так, как это мы обязаны делать. Мы в этом году, благодаря помощи России, почти в три раза, коллеги, увеличили выделение денежных средств на лекарства. Правильно? Почти в три раза. Но этого недостаточно. Нужно еще больше. Нам только нарафанное заболевание, где у нас 68 человек всего, надо 500 тысяч. Что я говорю? Не 500 тысяч, а 500 миллионов. Только на этих несчастных у нас этих денег пока нет. Но начальник налоговой полиции говорит мне, вы знаете, налоговая служба, мы недобрали 3 миллиарда налогов. У меня на приеме была женщина. Очень хорошая женщина. Она пришла по хорошему вопросу. В субботу мы с ней хорошо поговорили. Был руководитель города. Были мои коллеги. Мы изучили вопрос. У них у дома сгорела крыша. Что-то там не так делали. Интернет проводили. И произошел пожар. Город откликнулся. Сейчас идет ремонт. Мы с ней переговорили. Она активист. Но при этом мне показали, что жители этого дома не платят за капитальный ремонт. И вот мы с ней потом сели и говорили, посмотрите, ваша семья, вы не платите за капитальный ремонт. У вас всего 140 тысяч в этом доме на все дела. Вы собрали. А как будем решать задачи? А вот по участкам, по кадастровой оценке. Очень много вопросов. Вы знаете, без вашей поддержки это не получится. Я очень хотел, чтобы вы понимали, что нам придется через это проходить. Я еще раз подчеркиваю, уважаю, советуюсь, не загоняя никого в угол. Но нам придется через это проходить. Я очень хочу, чтобы вы меня понимали. Потому что вы сами мне говорите, что надеетесь. Я очень хочу соответствовать вашим ожиданиям. Но без этого у нас не получится. Мне очень нужна ваша помощь. Нам всем она нужна. Нам нужно быть очень сильными и едиными в понимании, что так больше жить нельзя. Ну нельзя так больше жить для себя, потому что мы сами себя открадываем. Мы обокрали уже своих детей, внуков. Мы утратили много времени, потеряли. Но мы можем это сделать в добром согласии, с пониманием, что каждый должен свой вклад сделать в это большое дело. А вот теперь на секундочку мы вот тут мечтали. Мы соберем 3 миллиарда. Представляете, что это такое? Да мы с лекарствами всю тему закроем. Понимаете? И это только... И еще далеко не все. И дальше пойдем шаг за шагом. Будем показывать, будем продвигать людей достойных. Те, кто хочет и может это делать. И все у нас получится. Убежден. Потому что то, во что мы верим, то, чему мы молимся, это и есть как раз наша с вами обязанность. Мы должны сами творить сегодня, завтрашнее, лучшее время и будущее для нас и наших детей. Я очень рассчитываю на то, что мы будем работать в этом направлении. Со своей стороны обещаю, что буду работать честно, открыто. И мы будем почаще встречаться по конкретным вопросам. Вы будете видеть, как это происходит, участвовать. Надеюсь, что у нас выстроится доверие. А доверие дорогого стоит. До рождения доверия сегодня у нас. Спасибо. Спасибо.